Город Сланция сравнительно молодой, но возник он на земле с древней и богатой историей. Когда началась закладка первого Сланцевого рудника в 1930 году, первостроители города пришли не на пустое место. Здесь были старинные села, остатки которых сейчас стали частью города – Большие и Малые Поля, Гавриловская и Никольщина. Были археологические раскопки в начале XX века. И данные говорят о том, что вот эти селения были уже в XIII-XV веке. То есть вот здесь люди селились вот так вот очень и очень давно. Название деревни Никольщина сравнительно недавнее. Примерно в XIX веке этим названием объединили две соседние деревни – Карпова и Сверидова, между которыми стояла церковь во имя Николая Чудотворца, примерно на том месте, где сейчас центральная библиотека. Храм был преемником Никольского мужского монастыря, основанного примерно в XV веке. Назывался он Никольский польской или Никола в полях. Никольский монастырь был очень бедным и к середине XVIII века окончательно разорился и перестал существовать. Но монастырский храм продолжал действовать как приходской для местных жителей. Поэтому жизнь Никольского погоста продолжалась. И в 1806 году на месте обветшавшей деревянной церкушки был построен новый каменный храм во имя святителя Николая. Но эта церковь была невелика, и в 1898 году рядом с ней был возведен великолепный большой новый храм, построенный по проекту известного и талантливого архитектора Николая Никитича Никонова. К сожалению, даже не сохранилась фотография Никольского храма. У нас нет ни одной фотографии, только рисунки и чертежи самого архитектора Никонова. Интересно, что есть фотография 1935 года, где идет строительство стадиона, стадион «Шахтер», который до сих пор существует в нашем городе. И вот там, далеко, на дальнем плане, за панорамой строящихся домов по улице Спортивная, виден кусочек, маленький кусочек колокольни Никольского храма. Каким образом здесь было построено такое великолепное сооружение? Храм во имя святителя Николая. Ведь поначалу это был очень бедный приход. В 1861 году, мы помним, было отменено крепостное право. И крестьяне получили экономическую свободу. Они смогли уже больше работать на себя. И вот местные жители этим воспользовались. Так как сельхозпроизводством здесь невозможно было благосостояние себе сделать, они обратились к другим промыслам. И вот одним из самых распространенных здесь занятий, говоря современным языком, было производство строиматериалов. То есть, вот все знают, берега Плюса, да? Это известняковые высокие берега. То есть, здесь залежи известняка. Ломали плиту. Этот камень шел на строительство. Из этого известняка выжигали известь. Опять-таки, известь использовалась, как вот сейчас используется цемент. Очень востребованные были эти строиматериалы. Почему? Потому что рядом была Нарва. Город Нарва. Нарва становилась крупным промышленным центром. Там строилась кренгольмская мануфактура. Нужны были стройматериалы, дрова и фураж для лошадей. Все это возили туда по Плюсе, а лес сплавляли прямо по реке. Нужны были в Нарве и рабочие руки. Многие наши местные жители находили там себе работу. К концу 19 века среди никольских крестьян появились зажиточные люди. На улице Первая Советская сейчас находится двухэтажное здание туберкулезной больницы. А раньше этот дом принадлежал самой богатой никольской семье Кокуриных. В нем же находилась и принадлежащая им трикотажная фабрика. А сам Кокурин был церковным старостой. Напротив бывшего дома Кокуриных находится одноэтажный дом Житниковых. Сейчас он уже перестроен. На этой улице еще до 1980-х годов сохранялись подобные дома местной элиты, построенные из красного кирпича, такого же из которого был построен храм. Да и сама эта улица вела к храму. Это место было самым престижным в селе. Улица выходила к располагающейся перед храмом площади, которая называлась Весенка. Здесь проходила вся общественная жизнь села. Праздники, гуляния, ярмарки и сходы. Около церкви находилась церковно-приходская школа, там, где сейчас здание налоговой службы. За свою многовековую историю на территории Никольщины не раз происходили драматические события. Никольский монастырь был пограничной заставой на северо-западных границах русского государства. В 1558 году в ходе Ливонской войны в Никольщине был сбор рати Ивана Грозного при наступлении на замок ливонских рыцарей. Трагические события гражданской войны также коснулись Никольщины. В 1919 году в мае при наступлении Белой армии были расстреляны красноармейцы и местные жители, члены местного комитета бедноты. Множество погибших в гражданскую войну и белые, и красные были отпеты никольским священником и обрели покой на Никольском погосте. Во время Великой Отечественной войны деревня пережила все ужасы оккупации и была сожжена отступающими немецкими войсками. Когда началось строительство поселка Сланцы, конечно, многие жители Никольщины пошли работать на строительство шахты, на строительство поселка, работали на предприятиях вновь построенного города и потом постепенно стали горожанами, сланцевчанами. Ну а деревня Никольщина уступила место многоэтажкам. Красивой Никольской церкви был отмерен недолгий век. Она была закрыта в 1934 году и затем полностью разрушена, так как не вписывалась в идеологический ландшафт комсомольской стройки нового промышленного поселка Сланцы.